Смерти С древних времен люди рассуждали о смерти и о ее великой тайне. Современная наука не стремится углубиться в изучение данного предмета. В настоящее время считается, что жить будет проще и лучше, если принять неотвратимый факт смерти. Хотя людей всегда пугала ее неизвестность, поэтому и возникает такое чувство, как страх смерти. И человек отказывается о ней думать. Большой интерес к страху смерти проявляет духовное, религиозное и философское сознание. Смысл страха смерти в огромном количестве религий варьируется. Религия входит в этом некий духовный стержень. Ведь смерть сдерживает человека, делает его покорнее, что способствует приобщению человека к Богу в трактовании религии. Страх смерти всегда указывает на нашу беспомощность и ограниченность. И в этом заключается пафос религиозного мировоззрения, так как оно заставляет нас уповать на что-то свыше. Отсюда вся сверхъестественность и мифологичность религий, призывающих людей уверовать в жизнь после смерти, в рай и во все догмы, которым нужно следовать, чтобы обеспечить себе счастливую посмертную жизнь. Так называемые эсхатологические представления о жизни после смерти свойственны многим религиозно-мифологическим системам в истории человечества. Но в противовес этим представлениям автор эссидеологии преподносит же бессмертие с высокоинтеллектуальной точки зрения, как постоянное продолжение жизни вследствие того, что сознание ни одно мгновение не может находиться вне какой-либо формы своего проявления. Поскольку, согласно эссидеологии, существует множество сценариев, один из которых мы способны каждое мгновение выбирать, как программу из набора уже существующих, то по законам резонанса мы постоянно притягиваем именно те миры, которые соответствуют нашим состояниям. То есть, пока мы хотим смерти и пока мы соответствуем сценариям миров такого качества, где нужны страхи, агрессия и смерть, она будет являться великой тайной, заставляющей нас концентрироваться на выживании и жалости к себе, как ограниченной биологической форме. Но если глубоко разобраться в строении Вселенной на квантово-голографичном уровне ее проявления и понять, что Вселенная представляет собою совокупность бесчисленного количества разнокачественных реальностей, так же, как и человек, как ее неотъемлемая часть является энергоинформационной структурой, голографически множественной, то есть, которая представлена в огромном количестве этих реальностей, структурирующих Вселенную, то станет совершенно очевидным тот факт, что как только кто-либо из нас по каким-либо причинам покидает свое тело, то, что мы называем смертью и воспринимаем как конец жизненной реализации, уже в следующее мгновение своей жизни он осознает себя в одной из следующих его биологических форм проявления, структурирующих одну из параллельных реальностей. Отличия каждой нашей следующей формы проявления от предыдущей настолько незначительны, что мы не в состоянии осознать сам факт нашего смещения, а также и тот факт, что мы покинули предыдущую форму своего проявления – факт смерти. Таким образом, по представлениям из идеологии, никто из нас никогда не осознает себя умершим. Выход на новый уровень развития цивилизации уже сегодня возможен при целенаправленном интеллектуальном и высоконравственном возрождении человечества, как осознанной необходимости выхода его на уровень космического самосознания. Материя, Вселенная, Реальность – что же они все-таки собой представляют? Что такое мое самосознание, постигающее эту реальность? С помощью органов восприятия и еще множества более сложных и глубинных механизмов самопознания. Какова роль моей жизни в соотношении с этими глобальными категориями? Что такое феномен смерти и как буду осознавать я себя после нее? Что зависит именно от меня и насколько я могу влиять на события, происходящие в моей жизни? Чем меньше я продолжал держаться за свои прежние надуманные представления, тем больше у меня появлялось возможностей для привлечения совершенно новой, более качественной информации, раскрывающей суть моих вопросов. Настоящее удовлетворение от объяснения интересующих меня вопросов и логическое подтверждение моих интуитивных догадок я получил благодаря новейшему космологическому знанию о строении мирозданий и человеке, эсидеологии. Суть взаимосвязи всего проявленного и непроявленного будет оставаться загадкой до тех пор, пока мы сами не станем пользоваться в своем восприятии тем уровнем самосознания, который готов обрабатывать такого рода информацию, как эсидеология, объясняющая взаимосвязь нашего самосознания с окружающим миром. Именно такого уровня информация в моем восприятии логически обосновывает и взаимоувязывает во единую картину все те разрозненные фрагменты, которые так или иначе по отдельности описывают внутреннюю суть человека и все, что нас сейчас окружает. Я абсолютно уверен, что, организуя жизнь согласно эсидеологическим принципам, мы все вместе обретем наше светлое будущее. Где нет войн, смертей и страданий. Знание эсидеологии при соответствующем внимании к нему способно заложить мощную эволюционную основу в парадигму человеческого самосознания. Стать для людей теми надежными рычагом и опорою, с помощью которых можно будет очень быстро достичь наилучших результатов. Не только в научных, но также и в урегулировании всех ныне существующих социальных, межгосударственных, политических и религиозных проблем. Артём, насколько я поняла, Вы, будучи физиком, интересуетесь взаимосвязью материи и сознания. И Вас, как физика, не устраивает текущее положение в науке, которое склонно рассматривать большую часть окружающего нас мира, как некую безликую, бездушную, неживую материю, которую можно измерять, взвешивать, проводить эксперименты, но с которой нельзя осознанно взаимодействовать. Будучи сотрудником научно-исследовательского института, я всегда живо интересовался, как мне кажется, одним из главных вопросов для экспериментальной физики. Это проблема влияния самосознания исследователя на проводимый им эксперимент. Но поскольку физика, как правило, в своих исследованиях связана не то, чтобы неживой материей, а я бы сказал, несамосознающей себя материей, то ответы на такие вопросы мне пришлось искать в других источниках. Это философия, психология, эзотерика. То есть вы, вопреки классической физике, все-таки предполагаете, что материя обладает сознанием? Мы можем сказать, что форма нашей реализации — это не только наше биологическое, физическое тело. А под формой реализации, фактически, мы должны подразумевать еще и субъективный, человеческий, специфический механизм восприятия пространственно-временной динамики. И таким образом мы можем сказать, что наша форма существования — это и физическое, биологическое тело, и специфический режим восприятия, который мы можем назвать фокусом или фокусной динамикой. Под фокусом мы можем понимать некий механизм привлечения интереса к чему-либо. Так называемый фокус является нематериальной структурой нашего восприятия? Окружающая нас действительность, которую наблюдают люди с помощью своих пяти органов чувств, сформирована определенным механизмом восприятия в их самосознании. Этот механизм буквально вылепливает окружающую действительность, соответственно, специфики нашего человеческого восприятия. Этот механизм можно назвать фокусом самосознания или фокусной динамикой. В данном случае под фокусом следует понимать специфику конструирования своего внимания на чем-либо. Фокус самосознания — это термин той научной концепции, которой вы сейчас занимаетесь. И какими еще важными представлениями этой концепции вы можете с нами поделиться сейчас? Работая в качестве редактора над материалами и сидя в логе, я получил представление об окружающей действительности как о многомировой, от слова «многомирие» или «много миров». Автоматически из этого следует представление о существовании полной свободы выбора человека, а также о существовании так называемых сценариев развития или судеб у каждого из нас. Такое представление о многовариантности окружающей действительности появилось из квантово-механических гипотез в нашей реальности. А уже и с идеология предлагает взглянуть на этот вопрос гораздо глубже к позиции существования всех форм самосознания. Причем она добавляет эти смелые квантово-механические гипотезы еще и постулатам о одновременности существования всех моментов нашей жизни во всей пространственно-временной сетке сценариев наших судеб. Давайте теперь сделаем акцент на следующем – на механизме выбора наших судеб и соответствующих форм существования в этой многомировой и многовариантной действительности. Фактически вся динамика нашей жизни – это и есть процесс формирования сценариев развития, когда мы каждый следующий момент смещаемся в следующий мир нашего существования и тем самым меняем предыдущую форму нашего существования на следующую, все новую, новую и более новую. Таким образом, мы являемся фокусами восприятия, которые заполняют бесконечное множество, огромное поле наших форм существования. Используя эти формы нашего существования, мы изучаем те или иные перипетии нашей судьбы, которые интересны нам в каждый конкретный момент времени. То есть мы своим фокусом условно выбираем форму существования и так продолжается до бесконечности? Мы, как фокусы самосознания, являемся как раз той жизненной энергией, которая существовала всегда и будет существовать всегда. Мы есть воплощение того принципа вечного бесконечного существования нашего самосознания. Если вдруг случается какая-то смерть, то мы, как фокус самосознания, в тот же самый момент смещаемся в следующий сценарий развития. И таким образом формируется иллюзия того, что осуществился благоприятный исход какого-то критического события. С Ваших слов мы представляем собой фокусы самосознания, выраженные через формы. И эти фокусы постоянно являются свидетелями благоприятных исходов собственных смертельно опасных ситуаций, осознавая всегда себя в тех формах, в которых мы живы. Почему же мы наблюдаем смерти других людей? Из-за того, что мы фокусируем такие сценарии? Мы формируем каждый из своих сценарий развития. Кто-то, другой человек, тоже создаёт свой сценарий развития. И на определённом этапе нашего пути сценарии развития пересекаются. А в другой момент данный человек, с которым мы каким-то образом общались в жизни, выбирает другой сценарий развития, и мы констатируем вынужденную его смерть. Но мы и не подозреваем даже, что этот человек при своих смещениях в сценарии развития даже не заметил этого события и продолжает существовать с теми же самыми обстоятельствами, с теми же самыми мыслями, чувствами и устремлениями, которыми он был переполнен буквально за мгновение до рокового события. Предположим, мы узнали о всех деталях, принципах смещения и проецирования фокуса сознания по разным вариантам сценариям развития нашей многомировой структуры Вселенной. Как это нам поможет избавиться от страха смерти, который всё равно присутствует в биологических формах, как установка или стиль самосохранения? Не понимая динамической структуры окружающего мира, мы сталкиваемся со страхом смерти, который имеет исключительно биологическую и грубо эмоциональную основу для животных уровней нашего самосознания, которые базируют свои представления на иллюзии, которые мы можем наблюдать в одном из сценариев развития, а именно, в случае, о котором я говорил, смерть какого-то человека. И, наблюдая это явление, данные уровни нашего самосознания воспринимают это как некое небытие. Но эти уровни ведь не подозревают совершенно о том, что фокус самосознания непрерывный, постоянный, всегда формирует вокруг себя какую-то окружающую действительность, которая является специфической исключительно для него. Таким образом, можно было бы сказать, очень забавную и интересную вещь, что мы проживаем постоянно и многократно в посмертном существовании, если бы вообще состояние смерти могло существовать как явление. То есть, по Вашим словам, смерти как явление для восприятия не существует. И любое опасение, что всё когда-нибудь закончится, служит причиной всего лишь для получения опыта низкокачественных переживаний, таких как страх, агрессия, эгоцентризм. При отождествлении себя с наименее качественной, инстинктивной частью нашего самосознания, мы склонны реагировать на любую опасность инстинктом самосохранения, в попытке защитить своё биологическое тело. А есть такие психические состояния, которые не основаны на инстинктах и жизни биологического тела. Наверное, именно они переключают наше внимание или наш фокус самосознания на другие уровни восприятия нашей собственной жизни. Переполняясь страхом смерти, мы проецируем на себя вот такие мнимые состояния небытия, когда видим или труп человека, или, может быть, человека в состоянии смертельной болезни. И таким образом заполняем нашу жизнь разрушительными представлениями и фактически становимся почитателями и служителями закона выживания. Но эти состояния, страх смерти, можно преодолеть и заполнить свою жизнь творческой энергией позитивного жизнесозидания. Каким же образом можно избавиться от этой иллюзии? Мне лично импонирует, как на этот вопрос даёт ответ вся диалогия, особенным образом изложенная в книгах Ориса. Все мы и каждый из нас пытаемся соответствовать требованиям общества, не задумываясь о том, что поведенческие стереотипы общества формируются конкретными людьми, преследующими свои эгоистические цели. Мы даже не пытаемся задумываться о том, почему столь примитивно устроены социально-экономические взаимоотношения человеческого сообщества. Почему мы ассоциируем себя со своим биологическим телом, в то время как мы являемся сознанием энергоинформационной структуры, пользующиеся своими биологическими телами как инструментом, как прибором для исследования реальности данного типа и познания себя в условиях этих реальностей. Наш страх смерти основан на страхе потерять свое физическое тело, решиться прибором, обеспечивающего нашей жизненной реализацией. Однако Вселенная устроена таким образом, что никто из нас, как сознание, ни на одном мгновении не может находиться вне какой-либо формы своего проявления. Так же, как Вселенная является совокупностью бесчисленного количества разнокачественных реальностей, каждый из нас, как ее неотъемлемая часть, также голографически множественен. То есть, каждый из нас, в каждой из бесчисленных реальностей представлен своим формодублем, то есть, таким же биологическим телом, обладающим индивидуальным сознанием. Поэтому, как только кто-либо из нас в данной реальности покидает свое физическое тело, то есть, происходит то, что мы называем смертью, уже в следующее мгновение он перепроецируется как сознание в один из следующих своих биологических формодублей, структурирующих одну из соседних параллельных реальностей. Отличия каждого следующего нашего формодубля от предыдущего настолько незначительны, что мы не в состоянии осознать эти отличия, а информация о судьбе нашего предыдущего формодубля в нашей памяти не сохраняется. Таким образом, никто из нас никогда не осознает себя умершим. Путь эволюции бесконечен. Исерпав возрастной ресурс одной стереоформы, мы рождаемся в следующей. Это и есть реальная бессмерт. Наш мир, который нам кажется настолько незыблемым, настолько однозначным, четким, стабильным, на самом деле таковым не является, а представляет из себя сложнейшее переплетение из взаимосвязи между огромным количеством миров, в которых проявлены мы точно такие же, или примерно такие же мы, как личности, такие же как личности, как вот это, которые точно так же не представляют, что есть и другие они, и уверены в том, что они уникальны, единственные в своем эсэмпляре. И такая множественность, такая взаимосвязанность этих миров не позволяет самосознанию так или иначе, или каким-то образом умереть. Эти взаимосвязи обуславливают абсолютное бессмертие и абсолютную невозможность смерти как таковой в любой ее интерпретации. Происходит в случае какого-то неблагоприятного сценария, аварии или чего-то еще, происходит перепроецирование, перефокусировка вот этого самосознания в какую-то другую соседнюю форму, которая так или иначе продолжает свое существование, или из которой ничего подобного не произошло по тем или иным причинам. Это идеологическое понятие фокус, оно очень неплохо можно описать на примере такого понятия у Карлоса Кастанеты, как точка сборки. Она очень коррелирует с этим идеологическим понятием фокус, и самосознание при перефокусировке, при какой-то там посмертной перефокусировке, оно как будто бы пересобирается в несколько другом, в новом качестве. И совмещается с вот той личностью, которая в том соседнем мире осознает себя как личность, как такая же личность, как и я себя, например, осознаю, или любой другой человек. И как бы происходит перепроецирование, перефокусировка или пересобирание этой личности в несколько новом качестве. Только тогда по-настоящему можно почувствовать вот этот вкус жизни, когда вам нечего бояться. Вы понимаете, что вы вечны, что вы бессмертны, что у вас впереди бесконечные возможности существования, бесконечные возможности творчества, что вы можете всегда достигнуть всего, чего пожелаете. и перед вами открываются все границы, все возможные границы вашего всевозможного творчества. И вот как вы используете эти возможности, это уже другой вопрос. Потому что очень многие не знают, как воспользоваться вот этими возможностями, и поэтому они им, в принципе, и не нужны, как они считают. Им не нужно это бессмертие, им не нужно вечное существование, потому что они думают о том, что они будут продолжать существовать все в таком же качестве, все в таких же состояниях, которые их гложили, может быть, до этого. Вся та, все то некачественное, что с ними происходило, они проецируют на вечность. Но это не так. Как раз за счет этой великой возможности, что у вас появляется перспектива бессмертного существования, вы можете изменить себя, изменить, и изменить мир таким образом. Глубоко разобравшись с принципами своего реального, а не аллегорического или символического бессмертного существования, мы по-новому организуем свое жизненное творчество. В первую очередь мы начинаем искать наиболее перспективные цели и строить далеко идущие планы, не боясь браться при этом за решение наиболее сложных задач. Все то, что раньше казалось нам просто недостижимым, слишком грандиозным или невыполнимым, с познанием своего бессмертия приобретает реальные возможности достижения. Мы уже не переживаем за то, что может внезапно закончиться наша жизнь. Мы уже не переживаем, что мы можем не завершить свои главные дела и не сможем достичь тех целей, которые мы только сможем вообразить. Теперь все то, что мы делаем и с чем сталкиваемся, приобретает более грандиозный смысл. Продвинуться в направлении понимания своего бессмертия мы можем, изучая и с идеологию, и целенаправленно расширяя свое мировоззрение. Все больше и глубже активизируя высокочастотные уровни своего коллективного подсознания, мы сможем гораздо более целостно воспринимать самих себя во всем ныне непостижимом для нас многообразии одновременно проявленных наших форм самосознания. Давайте же углублять свое понимание механизмов происходящего для того, чтобы видеть все больше возможностей что-то улучшить или изменить в этом направлении. Благодаря этому мы сможем находить качественные мотивации, способствующие активации нужных уровней самосознания для активного творчества на благо развития цивилизации. Желаю всем подойти к своему духовному росту, к своему творческому, интеллектуальному и чувственному развитию с позиции более качественной информации, которая позволит вам раскрыть ваш творческий потенциал и взглянуть на мир с новым ощущением, с новыми чувствами, с новым видением, взглядом и желанием подойти осознанно к своему собственному развитию, к собственному самосовершенствованию. И желаю, чтобы жизнь людей с помощью этого нового знания стала по-настоящему более творческой, более открытой, более душевной и более гармоничной и совершенной. КОНЕЦ КОНЕЦ